В эфире Народное славянское радио. Итак, дорогие друзья, вот за чашечкой ароматного чая мы сегодня начинаем, Николай Григорьевич, в камеру, в машину. В камеру, да, я вот все, конструкция, конструкция, конструкция. В школьное время сидел, только паял какие-то конструкции, мира не видел. Ну, в общем, за чашечкой ароматного иван-чая мы приступаем к записи нашей беседы с очень интересным человеком, Николай Григорьевич Лепко. Сразу так, секретом с тобой поделюсь, когда я сказал, что мы с тобой будем встречаться, многие сказали, ух ты, это тот самый Лепко, я говорю, да, тот самый, это тот, который эти колючки делал, я говорю, тот самый, это который вот типа вот там аппликаторы кузнецов, я говорю, похоже, но свое. Он говорит, все сразу, ух ты, мы хотим, вот поэтому мы с тобой это хотим и воплощаем в жизнь. Итак, здравствуйте, дорогие наши друзья, радиослушатели и зрители Народного славянского радио. Еще раз напоминаю, что мы сегодня встречаемся с Николаем Григорьевичем Лепком и будем говорить о здоровье и о том, как это здоровье поддерживать, при помощи чего? Природных. Да, природные способы поддержания и то, что из природных способов к нам пришло. Видите, как у нас здесь много чего разложено, я думаю, кое-чем из этого мы поговорим. Итак, давай начнем с того, как ты придумал, как додумался до того, что вот эти вот колючки могут быть полезны человеку и что их надо не то, чтобы там применять, а еще их научиться надо делать? Очень вопрос тяжелый, сложный. Никто легкой жизни не обещал. На самом деле я могу ответить двумя диаметрально противоположными ответами. Я ничего не придумал и не придумывал. И в то же время я своеобразно счастлива в том, что избран какими-то силами, процессами участвовать в этом величайшем деле, которому в нашей цивилизации тысячелетия. Это первый ответ? А второй ответ противоположный? Ну так противоположно, я ничего не придумывал. Вот это и есть. А здесь я вроде как придумываю, участвую. То есть вот последние вот годы, вот самый лучший вариант не считать себя гением, творцом, а просто считать себя орудиями, в ртках творца, потому что он мыслит, а кто-то должен делать. И высочайшее счастье для каждого человека, родившись, выполнять ту миссию, для которой он был предназначен. И тогда он может тысячекратно больше сделать, без устали, счастливым во все времена. И даже когда ему тяжело на грани жизни и смерти, он счастлив и превозмогает все обыкновенные возможности и включает сверхвозможности. Ну хорошо. Понятно, что ничего в природе невозможно изобрести, возможно только приоткрыть дверь и подсмотреть, ух ты, да, и берем уже оттуда что-то получаем. Но все-таки, когда у тебя родилась идея, что надо бы этим заняться? Как это твой путь-то долгий к этому? Какой был? Тернистый путь? Да, Тернистого особо не было. Мой отец был изобретателем, но это были сложные советские времена, довоенные, послевоенные. Его даже в КБ Королева приглашали. У него оригинальные были технологии. Ну, так получилось. Дед его не пускал, то есть мой дед. Ну, не то, что не пускал, он нужен там. Потом другие моменты были, сложности. Мы же в жизни постоянно встречаемся с разными факторами, в том числе наносящим нам удары. Ну вот остался он дома, но изобретал и много продукции, не продукции, а вообще оборудования, шахтного и прочего. Он, его оборудование у нас есть, хотя даже не под его именем. А у меня получилось так, по арийскому гороскопу родился в год ежика, но узнал это там лет 10 назад всего. Символично держали, шарики колечья ежика. Ну, их называли ежиками. Вот. Я разносторонне всегда, мне все нравилось в жизни. И музыка, и изобретительное искусство. Там, когда был в школе, меня только скульптором, художником представляли там. А отец был уже конструктором, он делал, я за ним что-то рисовал, делал там. То есть вот это тоже воплотилось. Ну, фамилия Ляпко, ляпить-зляпить, лепая, красивая, вылеплена. Ну, вот, сляпать тоже можно. Ну, может плохо, может хорошо сляпать. То есть я отношусь к категории воятелей, творцов, наверное, как и многие из нас, в том числе и слушающие нас. Мы все являемся сотворцом, творцами, композиторами. Ну, это понятно, хорошо. Конвоиста, когда, когда конкретно, когда Николай сказал, вот надо мне эту штучку сделать. Да не я, я же уже два ответа дал. Это не я, это вот так оно пришло. Ну, был какой-то год. Я попал на курсы, ну, сначала стал иглотерапевтом. Ну, в общем, полтора года, и почему-то я... Людей в ежиков превращал, да? Да, превращал в ежиков. Нет, я в полтора годика, когда мне был там, вбивал гвоздем, колоду, молотком гвозди, потому что спать не давал, что-то хотелось все время делать. И вот всю жизнь я что-то хочу делать. Вот, когда окончил мединститут, оканчивал, что-то не окончил. Думаю, ну, чем же заняться? Мог бы нейрохирургом быть. Тончайший и видел микроны, и руками слышал их. Но резать, рвать тело как-то нет. Потом посмотрел фильм «Индийские йоги», кто они. Вот, и увидел сверхвозможности человека, который заложен. И, конечно, лучше наше тело его сберегать, хранить, развивать, чем резать, отрезать, пришивать. Это категорически неправильно. И увидел огромный потенциал. Но потом, когда окончил институт, так получилось, что книгу по иглотерапии купил. Потом курсы там оказались. Ну, вот такая вот, и попал на курсы. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Да, но уже иглотерапизм. То есть я как, ну, даже Коля, Укол, Кола, Уколоть, там, Кали-Юга, Колян, Санта-Клаус, там, вымораживатель. То есть я уже рожден был для этого. Колоть, укалывать, там. Лепить и укалывать. Лепить, а сейчас приколоться по полной, как-то, бывал, царей, жарит, посадить на иглу здоровье весь земной шар. Это уже миллиарды, миллиарды выгол, они уже укалывают, прикалывают, укалывают и дают. А зимой кто? Когда мороз приколол, то самые крепкие, самые сильные остаются. И у них там выживаемость, приспосабливаемость повышается. Это фактор, который позволяет включить механизм. Вообще это произошло на курсах по иглотерапии. Когда я увидел и попробовал настоящий аппликатор, вот, из патифонных, швейных иголок, Иван Иванович Кузнецов, он тоже первый его аппликатор, он был и швейных, и патифонных иголок. Он рассказывал, как их вставлять, но он не нашел технологию. А вот меня он считал самым успешным своим последователем, который смог эту вот технологию, ну, новую технологию, в принципе, эти внедрить, которые идут к нам из древности. Это индийские йоги лежали на гвоздях, там вообще люди там, дочечки. Это, наверное, то, что нам осталось. Скорее всего, в каких-то и в начале нашей цивилизации, может, в других там применялись эти факторы. Причем это природные факторы, природные, естественно, натуральные факторы, которые мы должны применять в жизни. Чем больше мы находимся в цивилизованных условиях, тем благоприятные условия среды вредоносно на нас действуют и формируют из нас немощь неполноценных, невежественных людей. А мы должны все время сталкиваться с природными факторами, с природными полезными тренирующими стрессами, которых редиски называют вредными. Они на самом деле очень полезными. И их нам очень недостает. Поэтому вот фактор укалывания, и при том настоящими иголками, цинтмень, железо, никель, серебро и многие другие металлы, которые могут входить из золота, не буду перечислять всю таблицу Менделеева. Понял тебя. Все-таки первый, когда ты сделал уже в руках. Взял, когда вот это переедет. Ну, хорошо. Примерно дата хотела. Хорошо, скажу. В 1989 году я, в 1988 году, в конце, в сентябре, я был на курсах в Днепропетровске. И там впервые брал автомобильную резину, резал на полоски, приклеивал клетку тетрадную. И в месте пересечения сверлил этим дрелью и вставлял туда патефонные швейные иголки. Вот мой первый аппликатор в 1988 год. 1988 год. Вот я там, но, правда, тот аппликатор, ну, мне показал этот наш куратор курса по иглотерапии. И вот я делал, так как я уже старостой курса был, этого набора иглотерапевта. Вот это был впервые. Потом, в связи с тем, что Советский Союз шел к ракзваливанию, уже техника шла вперед. Патефонные иголки практически не выпускались. И они очень были дорогими. Я их там в некондиционных магазинах покупал. Там чёстальные тоже проблема. И я вышел на иглу, на сапожничий вот гвоздик там с круглой головкой, со шляпкой. И вот это впервые я начал их пробовать применять. Сейчас скажу, попробую угадать, в каком же это году было. Ну, где-то 91-й, там, 90-й год. Вот когда я пытался, сперва чёстальные вот такие, знаете, щетки по железу были на матерчатой основе. Вот я вынимал иголочки, чтобы они пореже были, чтобы они кололи. Потому что если густой, ну, ложишься на него, он не колет. Это были первые. Всё время пытался, чтобы кто-то мне сделал. Были инженера, там, директора завода. Выпросил сделать это, то, то, то. Ну, в общем, где-то пару лет я их просил, просил. Потом в отпуск встал за станок и сделал первый аппликатор. Совершенно не такой, совершенно более примитивный, там, сложный. Вот я сделал матрицу, не аппликатор, а матрицу для их наборки. Это были такие, ну, плексигласовые пластины, легитинаксов, в которых просверлены дырочки. Я даже технологию расскажу. И в которых там вставлялись, вот, ко мне приходили пациенты, они набрасывали туда вот эти иголочки. Я брал сковородку такую, ну, это я называю сковородкой такую. Потом ложил на дно резину, потом туда их раз там, они там сдавливал гайками и ложил в сухожавровый шкаф. И я мог там выпечь пару-тройку аппликаторов, вот, за это время. Ну, там простая, сложная, как бы, долгая технология. Потом бежал, скорее всего, вытаскивал, когда он уже спекся в промежутке между пациентами. Бросал его в душ, он шипел там, потом раскрывал там, ну, первый аппликатор вот такие. В общем, лепил, лепил. Да, лепил, такая сложная технология, а потом уже разработал многие новые технологии. Вот, можно сказать, первый аппликатор, который не мой, я, не я, не мой сделал. Это был в 88-м, где-то вот, 91-й год. Даже в 90-м я делал уже сам, ну, по тем местам. А это вот новые технологии разработал. И уже на международном уровне, я официально считаю, начало предприятия, когда я провел первую выставку, патентование первого аппликатора. Вот Иван Иванович Кузнецов меня при жизни считал, ну, самым успешным, самым талантливым своим продолжателем это дело, вот, не учеником. Николай, скажи, вот когда даже первые аппликаторы, которые и ты делал по Матрице известной, и сам, когда начали... Нет, Матриц не было тогда, не было, Матрица это уже мое. По принципу... Это мое, Матрица это первое, не было Матриц Кузнецовской. Хорошо, хорошо, по известному формату вот через этого, да, и когда ты уже начал Матриц свою делать, какие первые ощущения были, почему ты сказал, что вот да, это оно есть. То есть понятно, что йоги, это все отлично, это там, Восток дело тонкое, но здесь какие эффекты были того, что дальше будут делать? Смотрите, я вам сказал, что одновременно, вот, как человек является творцом и может творить свою жизнь, одновременно он ходит под роком, под судьбой и ничего не может изменить. Вот в таком отношении и вот эти вещи, можно сказать, я придумал, а можно сказать, мне свыше сказали. Вот я сейчас каждый день, каждый день мне приходят идеи новых, развития новых технологий, там, в том же аппликационной терапии, другие с ним методики и приборы здоровья, которые вот нужно сейчас на новом этапе внедрять. И вот тогда, когда я ездил за этими, скажем, иголочками, я же не мог их производить, и мне однажды сказали, вот, ну, смотри, а у нас есть кроме металлических, а у нас тут вот кто-то заказал латунные и не взял потом, а у нас вот оцинкованные есть. И вот я, когда увидел разницу, когда поставил оцинкованность, ну, что-то оно щипет, как-то по-другому там, вот, пощипывает, покусывает там, особенно с латунными. И вот так получился аппликационный. Мне просто, знаете, вот, я могу сказать, что мы все ходим под творцом, но мы можем выполнять его, не то что выполнять, а вот он через нас, умных, толковых, может выполнять свои вещи, нашими руками. А если мы бестолковые получили, в семье не без уродов, он, ну, не может он иногда выполнить. Ну, вот, точно так же подсудил через кого-то вот оставшиеся незабранные иголочки латунные, там, те же цинковые, это все перемешку сделал. Я все время, я люблю Виннингрет, я люблю Радуху, я люблю разноцветие мира, я люблю оркестр, я люблю сам человек-оркестр, в разных смыслах, и в музыкальном, и не музыкальном. Вот поэтому вот так получилось. Кому нужно, он подсунул эти иголочки, творец наш, который, Брахман, как хотите, называйте, Один, Всесвит, Вселенная. Это как угодно, хоть абсолют. Да, да, абсолют, да, абсолют, это же, ну, потому что он, ну... Главное, что он есть, и главное, что он нам помогает, и нас продвигает. Да, да. Идеал. Просто в английском слове написано идеал, а читают бараны, они же читают, идол, а потом и нам говорят. На самом деле это не идол, а идеал. Поэтому идолопоклонничество, это идеалопоклонничество. А кто у нас идеал? Только Господь, только Творец. Поэтому... Ну, Всевышний, Всебог, ладно. Да, да, да. Как Камудрайс, так и называете, главное, суть. Вот так вот, вот так получалось, что тебе, каждому из нас подсказывать. Нужно просто слышать подсказки и вовремя идти. Это, знаете, вот как одна девочка, она в одном женском монастыре в Рязани, сама из Киева. И как-то мы смотрели, вот, а раньше там, ну, все же монастыри там, они все были, кто там, в лучшем случае там мастерская, склада, а в худшем случае еще что-нибудь. Вот когда возрождались, и она вот, ну, слова, они возрождали, вот эти монастыри, и она говорит, Господь позовет, позовет, да перестанет. То есть нужно вовремя, вовремя, в май хоть что бросай, а в июнь хоть плен не вырастет. А вот, поэтому в каждой у нас жизни вот эти вот есть ситуации, когда ты можешь услышать глаз высший, глаз Божий, и выполни. И тогда ты будешь сотворцом, тогда чудеса, тогда ты без устали, тысячекратно можешь столько дел делать. Я думаю, те, кто, ну, они знают, что именно так оно и есть на самом деле. Хорошо. Я хочу уточнить. Вот ты когда сделал первый аппликатор своими руками уже, и на людях попробовал, ты увидел какие-то изменения, сказал, вот я на правильном пути, да? Конечно. Какие были изменения яркие такие? Я еще на этот вопрос чуть позже, а я вообще скажу, на самом деле все в мире есть, нужно просто увидеть. То есть вот когда я же на курсе галлотерапии был, а уже через время делал аппликаторы, и вот там казанский набор галлотерапевта, он содержал пластиночки медные, серебряные, цинковые, никелевые, понимаете? И была проблема, это нужно на пластырь лепить, они попадают, теряются там, разный металл, то есть я тогда уже сталкивался с ним. Поэтому вот на самом деле не я придумал, оно все придумано. Вот есть протез во рту, там стальной, человек берет алюминиевую ложку, сразу кислота, просто прикоснулся к нему, все кисло. Вот это банальный эффект батарейки. У меня ведь аппликатор цинк-медь, железо-никель, и когда они соединены, то идет максимальный ток, когда они рядом стоят, они формируют заряды вокруг. Каждая иголочка, это в каждой методичке написано, и вот этим они особенно отличаются от всех других предыдущих, которые или монометаллические, или пластмассовые, которые, ну, мертвепджолы не гудуть на украинском языке звучит так. Ну так что, вот увидел первое, какие были результаты, когда сказали, ух ты, вот ты сказал так, ух ты. Ну, вот смотрите, я ведь не только иглотерапевт, я же разные методики на себе проверял. Потомственные там знающие люди, знахари, лекари были, все это вот. То есть я всегда проверял все на себе. И как я могу кому-то, это вот в институтах врачей берут там и говорят там, вот ты давай это, вот это, от этого, это, от этого, и получишь деньги. И откаты, и неоткаты, и все прочее. А я все, всю жизнь проверял на себе, чего на себе не проверил. Ну, медикаменты точно, я не могу сказать, что я их на себе проверял. Ну, говорили там, я же врач прежде всего. А вот все методики народные, натуральные, только проверил на себе. Поэтому, естественно, я лег, я услышал эти пощипывания. У меня очень яркая реакция кожи, вот избыточная, то есть она может краснеть там еще там. Ну, то есть я как индикатор сам, я видел, какая разница. Конечно, потом я начал пациентов. Конечно, там, ну, масса эффектов этой диагностики. И у нас была первая выставка в 96-м году, в марте, вот как помню. Это, я считаю, международный уровень. И вот первые пластины, они еще чуть ли не, знаете, как в Советском Союзе, в газетку там в магазине заворачивали, там что-то отпустили, там продуктов за газетку завернули. Вот он, ну, у нас так было, два листочка там написано там об аппликаторах, и висели они вот так на столе, голые, раздетые, даже не такого первого уровня там. Ну, и уже тогда, во-первых, все были удивлены, покупали их, это был мой первый дебют, успешный. Но они говорят, а почему у вас нету валиков? И вот, я думаю, ну, надо. А почему не валиков нету? И вот на следующую, на осеннюю выставку, нет, не на осеннюю, это на осенние спрашивали, почему нет? Они уже приходили, они уже видели результаты, сами пациенты, понимаете, я же не проводил исследования в начале нигде. Вот клиническая лаборатория, весь земной шар, это люди, которые применяли, понимаете. И вот осенью мне сказали, почему, ну, почему вот плоские есть, а валиков нету? И думаю, надо попробовать. Первый валик у меня был сделан интересно, я брал от дихлофоса вот этот алюминиевый корпус, ставил туда, помните, было для чая 200 ватт или 150 ватт этот нагреватель для чая, для стаканчика, да, ну вот, я туда заливал его свинцом, на него наворачивал уже готовый аппликатор, там, привязывал, вот он первый сволканизированный был, там, деревянные боковые штучки, там, из электрода с нержавейки делал вот такую вот штуку, вот, ну, вот, рогачик такой, вот это первые два валика, которые один достался Януковичу, потому что Донбасс инвест-выставка была, и вот должен был Кучма приехать, и Янукович был там, а вот ему достался этот валик. И что самое интересное, тоже для меня важное в жизни, вот там был один товарищ, его звали Роман Шпек, ну, Кучма приехал, и он как раз на Донбасс инвест-выставку, а я еще обыкновенный человек, в госпитале, от госпиталя выступал, откуда мне денег эти взять, ну, от госпиталя выступал, тогда бесплатно. И я говорю правительству, там, Януковичу, там, этому, Роману Шпеку, говорю, пожалуйста, у меня есть изобретение, патенты, давайте это делать для Украины, это даст прибыли столько в Украину, давайте делать. Роман Шпек мне ответил так, инвестиции не ждите, мы вас 70 лет инвестируем, я не знаю, кто такие мы, я не знаю, где это они находятся, эти мы, которые... И где деньги, да? Да, и которыми они говорят, мы вас инвестировали 70 лет, не ждите инвестиций, молодцы, что придумали, платите вовремя налоги, будет хорошо пенсионерам-инвалидам, а я от госпиталя выступал. Ну, и я понял, что вот эти вот сказки, когда, знаете, Михаил Сергеевич Горбачев пришел там, и думаешь, гласность, перестройка, там все можно было, как бы ему сказать, что нужно вот это, вот этого человека дать, он столько разовет. Я потом понял, что нечего там надеяться на какие-то там с неба, там, тебе манну небесную, нужно просто засучивать рукава и делать, делать, делать. Я просто знал, что это нужно людям, и люди это применяли с благодарностью. Я лечил пациентов, потому что я был иглотерапевт, мануальный терапевт, и не буду перечислять физиотерапевт, это все делалось у меня в центре, который я построил там, в Красногоровке Донецкой области. Я просто применял эти аппликаторы, иногда выходил, там, или иногда у меня покупали, там, или на рынке выходил, делал первые продажи. Потом уже пошли выставки, вот рождение аппликатора, 96-й год, первая медицинская выставка. И вот оттуда пошла потребность, люди узнали, ну и вот так оно пришло. Поэтому клиническая лаборатория и результаты, это первое, что вошло в методические рекомендации, в метамедические рекомендации, их даже здесь нет уже этих вещей, это отзывы и техники применения аппликаторов, оригинальные, уникальные теми людьми, которые их применяли. А когда он с таким трудом достал аппликатор, он как обезьяна себе, и на носочки, и на глаза, и на лоб, там, и еще куда-то. И уникальные результаты. Вот, помню, у меня больше всего продаж делала одна преподаватель интерната, в котором училась моя сестра. Это давно, аппликатор-то он уже третье десятилетие, мой аппликатор идет по миру. И вот она говорит, болит голова, лжи на голову, болит плечо, лжи на плечо. И самое интересное, куда ни положи, он работает. Действительно, аппликатор работает, вот в этом понимании, где болит, туда и ложи, в 90-95% случаев. Это правило малого укола в иглотерапии, где болит, там и коли. А вот когда не помогает, ну вот представьте, учится наш пра-пра, ну не наш, а чей-то, пра-пра-пра-пра-пра-дедушка, и который плохо учится. Ну ему раз там, ну Вася, Федя там поучись, там гладят, а не поучись. А он плохо. А он плохо, там ухо покрутили, опять плохо, не помогает. Потом они пишут его отцу, и он его, и он его между ног голову, и по положенному месту. Поэтому, когда болит голова, нужно колоть заднее место. Когда болит, ну это правило большого укола, когда болит впереди, значит, нужно колоть сзади. Когда болит справа, нужно колоть слева. И мы знаем, что физиотерапевты, когда очень сильная боль, там какой-то половине тела, не начинают массажи с ней, а начинает с противоположной. То есть, как тореодор, если ранил его бык, то выбегает другой тореодор, и его забирает в сторону, чтобы отвлекает. Отвлекает. Поэтому, вот правило, в большинстве случаев тореодор справляется сам. И вот где болит, там лечит, это уникальная ситуация. Когда надоело, ты просто встаешь с аппликатора или вынимаешь его. Вот все ответы на вопросы. Он естественный, физиологический, простой, уникальный, гениальность в простоте. Он состоит из разных металлов. Здесь 4 доктора. Здесь доктор-иглотерапевт, потому что это иголочки. Доктор-массажист, потому что игольчатый массаж. Доктор-физиотерапевт, потому что здесь микротоки и электрофорез происходит. И здесь же алопат, гомеопат, потому что, ну, скорее всего, алопат, потому что кожа наша умудряется выделить ферменты и начинает усваивать отсюда металлы, окислы металлов, которые нужны нам при метаболизме, обмене веществ. То есть вот он приятный, он хороший, он любимый, он физиологический, он натуральный. Понимаете? Вот поэтому иглы из металлов. И мы сейчас, давно уже планировал, так же выходим. Но это, ну, на самом деле, вот можно смотреть. Вот я хочу сравнить, да, вот плоские – это известные, да, все плоские – это всем известные. Когда… Нет, ну… А вот такие вот… На самом деле, я всегда говорил, что нужно грелку, и разработал то технологии очень давно, и плоских аппликаторов, и… Ну, делал вот такие. А сейчас просто часть аппликаторов может иметь, скажем, воздушную полость, которой… Для чего? Для равномерного прижимания, для того, чтобы не подкладывать там грелки там или еще что-то такое. Ну, просто вот у меня очень много разработок и изобретений, и ноу-хау, которые я еще до сих пор не внедрил, которым уже 15-20 лет и более. Ну, просто объятнее, необъятное, как Козьма Прутков говорил, это невозможно, но хочется. Вот, поэтому вот мячик – это вот… Да, вот про южика, да. Это мячик, которому тоже уже 8-9 лет, я не помню сколько. Это тот же самый аппликатор, тот же самый аппликатор с полостью, вот таким же путем сделан, который вот приятен, хорош. И если такой мячик достается ребенку, то ребенок вырастает не только здоровее, но и умнее, потому что он тянется, ну, есть наши четвероногие братья, которые бегают за мячиком, тоже полезно у них, они думать будут, что это можно, это нельзя. Вот, поэтому вот мячик, вот, он не вообще уникальный, вот можно куда, как угодно, вот… Ну, вот, просто очень, и как игрушка, и он помогает думать, чем он особенен. Вот центр колет сильно, а по краям чуть меньше, потому что здесь сфера. И мы не слышим этой боли, потому что отвлекают боль рядом стоящие иголки. И мы можем на какое-то место, где особенно нужно, оно вот болевое, надавить сильнее. Ну, он просто, ну, еще почему, вот, рука у нас самый действенный орган, это как усы, там, у рака, там, или у креветки, там, или… Ну, как у меня. Да, да, у котана. Ну, это орган восприятия мира, поэтому, а ты же не просто воспринимаешь, ты же думаешь, ага, этот мир тебе враждебен или полезен, он тебе опасен для жизни, или, наоборот, это средство для жизни, нужно съесть его. Поэтому маленький ребенок тянется, взял мячики, сюда, все, у него уже начинает соображение быть. Проблема у нас, наших деток, в чем? Они не сталкиваются с физическими факторами, и у них, ну, менее гармонично, скажем, формируются все отделы мозга, не все извилины в той мере, как нужно задействовать. Поэтому, я еще помню, в советские времена говорили, что у человека только 5, ну, это устремленный, 5% мозга работает. Дело в том, что в настоящее время уже 0,5, и даже это среднее, а иногда меньше. Там столько анекдотов на эту тему, про отсутствие мозга. Вот, так что вот эта штука формирует мозг, ребенок вырастает не только здоровее, но и умнее. Но это и не только ребенку, это взрослым, вы решаете какие-то... Я вообще ни на одну беседу, ни на одно интервью, ни на мастер-классы какие-то, вот я не выхожу без аппликатора. Он мне помогает, он помогает расконцентрироваться, он, наоборот, включить, убрать факторы всевозможные. Потому что мы на коже, на периферии включаем периферический мозг. И в это время центральный мозг имеет возможность более мудро принимать решения, более эффективно слышать окружающее пространство и других. Ну, я могу говорить долго. То есть ты становишься умнее, когда берешь их в руках, перед тобой собеседник, ты умнее его. Сидишь и крутишь так, а он не понимает, а как же так? Не совсем умнее, дело в том, что ты умнее себя чуть-чуть, а ты более умный, потому что ты включаешь механизм, который позволяет твои собственные возможности использовать более эффективно. Ну, в данном случае умственные. В общем, мы сейчас с тобой уравняемся, я тоже мячик буду там мячиком. Да, да, не уравняемся, у нас с каждого свой интеллект. Просто мячик помогает каждому из нас лучше использовать, проявить себя, возможности мыслительные, умственные. Хорошо, вот с этим понятно, с этим понятно. Даже с роликами, а вот это вот что такое за лента? Ну, значит, аппликаторы действительно, они у меня делятся на три категории. То есть плоские, вот они плоские. Это для самых трудолюбивых, у которых нет времени. Их же можно назвать лентяями. Когда он должен лежать у трудолюбивого и лентяя, потому что он только трудится, больше ни на что у него времени нет. На тумбочке возле торшера, когда он там выключает свет, он случайно накололся, о, я же могу еще полечиться, и он бросил быстренько под спину его и спит. Я отношусь также к категории лентяя, поэтому я больше всего пользуюсь плоскими аппликаторами. Катать могу кого-то, но могу еще перед камерой покатать, рассказать, как там себя катать, ну как-то редко, ну иногда. А если когда прижмет, катаешь, думаешь, как же хорошо работает, чего же это я себя не катал? Ну я же лентяй, поэтому вот... Не, ну лентяй-лентяй, шарики все равно, в кармане ты носишь, камушек, шарик за пазухой держишь. Нет, у меня вообще-то, ну сейчас скажу, вот волшебный шарик есть. Так, сейчас мы узнаем все тайны. Волшебный шарик, который побывал в волшебных местах силы, который все время со мной, который и на Алтае, и в Усть-Коксе, на Мультийских озерах, ну на Белуху только он не ходил, мячик этот. Он и в Индии был, он и был на Дольменах, и Менгирах, и где только не был. И даже я давал многим деткам его как волшебный мячик, чтобы они его поддержали, загадывали желание. Он же тоже не хочет, он со мной все время, ну надо же. Он уже там просто пристроился? Да, он там прижил в домике, как вот он, вот этот мячик, который все время со мной. И в чем разница? Одно и то же, да? Принцип тоже самый. Ну как, в чем... Просто заряжен. В чем, неправильно, в чем разница между нами? А мы у каждого своя жизнь. Вот у этого мячика своя жизнь. И он в этой жизни побывал там, сделал то-то. В чем разница между тысячами врачей или десятками тысяч? Один может отличаться от тысячи. Один мыслитель настоящий. Чем Ломоносов отличается от лжеученых? Потому что он настоящий. Потому что он Ломоносов. Вот мячик, не, мячик одинаковый. А ему просто побывать у кармани Ломоносова, на всех встречах там побывать, там еще что-то. Вот, вот все. Он как сервер, который вот, ну вот он бывал, он несет. Вот к нему прикасались тысячи людей, тысячи деток загадывались. Я не знаю какие, а он способствовал их объединению в мировом пространстве. Вот я уже так выхожу на тонкие уровни. То есть он добрый, хороший, как талисман, например. В общем, у каждого должен быть такой свой мячик, который будет лежать в сумочке путешествовать с вами по миру. Он там где-то и палочки, там запах, ну по нему немножко слышно. Ну да, да, да. Вот он как-то впитал, впитал, да, да. Тут уже проникся. Он побывал там где-то там что-то, вот поэтому, ну вот, мячик вот такой. Ну это касается... Ручной мяч, ручной мяч, путешественник. А если брать аппликаторы, вот, ну потом вот мне сказали, почему нет валиков? Валики появились. Потом, понимаете, вот нужно... Человек все время занят-занят, а как ему лечиться, если он ходит, двигается? Появились пояса, которые можно застегивать, пристегивать, маленькие, длинные. Ну, кроколы, не убирают. Да, это вот на голову, на шею, на живот там. Вот так вот, да? Да, да, да. Да, и можно на голову там еще куда-то вот, на живот, на туловище. Ну потянуть там, да, понятно. Регулируется, да, да, вот так вот, например. Хочешь на пузико, хочешь на шею, хочешь на животик. Вот, можно там на глаза, там, ну на область лица. И сразу умный становишься. Я не знаю, как умный, но отдыхать очень приятно. Там вот натрудился, там, например, там, вот, можно пять минут, там, семь минут. Мне просто уже приятно. Мне нравится, когда вот он давит и прижимается, вот, глаза, лоб. Мне приятные ощущения, так вот, релаксация такая, отдых. То есть, включается периферический мозг. Понимаете, вот сколько это, как вообще иглотерапия возникла? Одна из легенд. Ну, китайский император, он же все время головой думает. А в Китае там обувь какая? Сандалии. В основном, да, и жарко там. Ну, он шел, шел, шел по своей каменистой почве. Голова болит, как же ему этим своим державой-то управлять? Там раз, ударился о камень, побежала кровь там с большого пальца, и голова перестала. Вот, поэтому, когда мы, а что такое, на периферии он включил, ударил периферический мозг. Вот этот, на самом деле, голова. Если мы посуджок берем, то вот голова, вот руки, вот они ноги, вот обезьяна вот такая. Да, вот она, вот голова, орангутанг, руки, ноги. Вот, и любую часть, противоположную голове, даже на палец, если мы наколем этот или этот, сразу лучше к голове. Потому что на себя, как ториадор, который спасает другого ториадора, оттягивает, ну, скажем так, проблемы, процессы. Поэтому мы включаем периферический мозг. Что такое делают аппликаторы? Они прикасаются к миллиардам рецепторов. То есть, десятки тысяч иголочек прикасаются к миллиардам рецепторов. Это и есть периферический мозг, который у нас из-за чрезвычайно вредных, благоприятных условий жизни мало работает. И не функционирует. И, естественно, от него нет функционирования всех остальных внутренних органов, которым относятся кожа, клетчатка, лимфатическая, венозная система. У нас миллиарды сердец, которые мы закрываем их одеждой, тулупами, кондиционерами. Мы там прячемся от всей природы в автомобилях, в чем-то, понимаете? То есть, идет деградация, вплоть до отсутствия функции. То есть, они вот остаются как рудиментарные, вот как вот червеобразный отрост, так рудиментарный. Он не работает. То есть, не нужно. То есть, нам искусственно все дают. Вот эта штука, аппликаторы, они включают периферический мозг. После нее включают маленькие сердца, они начинают работать. И в это время центральный мозг, ой, наконец-то я отдохну. Сердце, наконец-то я отдохну. То есть, начинают работать миллиарды сердец. Вот это величайшая функция. Кроме того, они же не просто работают там, двигаются, они начинают работать в полном смысле этого слова. То есть, обмен веществ, метаболизм, митохондрия, там, лизосомы включаются, все частички, все клеточные элементы, клетки, они начинают интенсивно работать. То есть, очищается организм, сжигаются шлаки недоокисленные, выводится это, они, то есть, как сжигают. Вот слово сжигается, мы понимаем. А что такое, ну сжигают, поджог, нет, неправильно. Это же, понимаете, наш организм, вот, состоит из огромной длины молекул, которые составляют огромных размеров ткани, то есть, мышечная, кровеносная, там, чай стоит, а я не пью. Да, а что-то мы чай с тобой, цветет медвяный вереск, а меду мы не пьем, да? Да. И получается, что мы как раз включаем эти механизмы, начинают работать сосуды, начинает обмен веществ, и организм разделяет эти длинные молекулы, длинные частички, ну, скажем, ткани мы разделяем, когда кушаем, там, они там перевариваются, а потом уже сами молекулы, которые, ну, уже питательных веществ, это как раз углеводный обмен, жировой обмен, белковый обмен, и чтобы его использовать энергию, вот, нужно разделить на мелкие частицы. Почему? Потому что наш организм, это своеобразная сита. Сита, кожа, сита, это легкие, сита, это мочевой пузырь, не мочевая, это почки, которые просеивают. И чтобы вывести из организма, нужно сделать маленькими частицы, тогда они выводятся. Если они не сгорели до конца, они длинные лежат. Ну, вот, представьте, лежит обугленное бревно, а оно могло стать пеплом, солью, которое выводится с мочой. Газообразные остатки СО2 и АН2 ушли в воздух, легкими, выдохнут, они точно так же потом вывелись, и соль, и то, и другое. То есть, они малюсенькие частички, организм чистый, он может новые брать пласты, или питательных веществ, или пищи, которые он съедает, а потом питательными веществами становится. И снова должен их разъединить, получив максимальную энергию, на мелкие частицы, которые являются. Соль, растворимая, углекислый газ и вода. Все, вот все, что в природе есть, все микроэлементы, в организме они многими веществами, там, аминокислотами являются, тканями, мышечными, прочими, прочими, прочими. А потом, в конце, они должны превратиться в три вещества. Углекислый газ, когда кислород подсоединяется, там, и СО2. H2O, когда водород соединяется с атомами водорода, и это все получаете энергию. И соли, потому что мы же не только углеводами питаемся, мы белками. А белки это калий, магний, натрий, там, азот и прочее, прочее, прочее. И вот эти вещества в виде солей, или газов, или воды, они должны выйти из организма. Он чистый. Так вот, аппликатор, он интенсифицирует обмен веществ. Он активизирует его. Он очищает организм, даже онкобольного. Почему? Потому что каждая клетка становится фабрикой, которая чистит организм. Ну, при этом еще нужно дыхание сдерживать, потому что у человека отличается от дров. Не, понятно, что иногда говорят, он все, он дрова. Бревно. Бревно дрова. Ну, а чем это отличается? Что для того, чтобы бревно сгорело, сгорело, его, ну, воздух нужно подавать, дуть, там, все прочее, прочее, прочее. Там, тогда оно сгорает дотла. Ну, лишь бы только не задуть, конечно, то можно и затушить огонь. Вот, а у человека все иначе. Вот, все дыхательные системы, там, бутейка, дурыманов, йоговская, цигун, практики, когда ребёфинг, халотроп, когда человек может вылетать из тела, влетать. Все это связано с дыханием, поэтому вот между инь и ян, сварга, свага называют в Индии, там, когда пуджа, ягья, свага, сварга, это как раз вот это вот состояние, когда материя переходит в энергию, когда сваривается, вар, вар, варнинг, ну, вот, когда мы, переход одного из другой, состояние, агрегатное, там, метаморфоза, из видимки в невидимку, там, и так далее. Так вот, это важнейший момент, и вот у человека, и у животного все совершенно не так, как у дров, поэтому все-таки отличается от дров. Вот, если нам нужно сжечь до конца и провести цикл крепца, углеводный обмен, или окисление липидов провести до конца, то нам не нужно хватать воздух, не нужно, это, если ты хочешь вылететь и не возвращаться, можешь так дышать, это терминальные типы дыхания. Бутейка говорил, что если хотите врезать дуба раньше в срока, то дышите вот так. Дышите часто, глубоко, и там можно в 40-45 лет уже, кто-то может раньше из земного плана вылететь. Но если вы еще не успели посадить дерево вместо печени, не успели построить дом вместо жены, то вы задержитесь там, и вот сделайте то дело для которого. А для этого нужно быть скромным в дыхании, гораздо большим, чем скромным в пище. И тогда вы построите дом, посадите дерево, а не печень, и вырастите ребенка, потомство. Вот когда уже частично обуглилось, уже произошел цикл сгорания, но еще эти недогоревшие участки остались, и они будут отравлять. Так вот нужно сдерживать дыхание, чтобы кислорода поступало гораздо меньше. И тогда он дожигает вот эти вещества, которые мы называем шлаки, недоокисленные радикалы, молочная кислота. Ну их много названий, условно под одним словом там сразу подразумевается. Вот парадокс в этом, что нужно учиться не дышать, сдерживать дыхание, невидимым делать, и тогда оно сжигается. Или очень интенсивно работать. А когда мы просто ничего не делаем, и дышим много, это чрезвычайно вредно. И поэтому подходим к главному. Вот эти ленты, которыми человек заматывается полностью, с головы до ног. Ну как бинт, как бинтом, да? Да, как бинтом, потому что самый удобный бинт. То чем во время военных действий, вообще в сражении? Ну бинт, самый лучший. Ты же не будешь одежду отдыхать, надевать на каждого, этому тому размер, такой. Все, бинтом замотал. Поэтому вот я разные варианты делал, аппликаторы, которые на тело, там и застегивающие пояса. Вот самый лучший вариант. И мы просто делаем десятки тысяч укалываний, миллиарды клеток запускаем рецептором, миллиарды сосудов. И организм начинает универсально включать свои сверхвозможности, которые, можно сказать терминами, поддержка гомеостаза, возможностями гомеокинеза. То есть гомеостаз это константы, температура такая-то, давление такое-то, константы, которые здоровый организм, и он должен жить. А гомеокинез это процессы, которые обеспечивают. То есть мы интенсифицируем процессы гомеокинеза, очищаем организм для того, чтобы поддержать самый главный гомеостаз в нашей жизни. То есть жизнь как таковую, жизнь в этом физиологическом, в этом теле. Поэтому вот эти все приборы, они как раз являются, ну и не знаю, может быть кто-то еще говорил, но обычно у нас Эйнштейны успевают сказать раньше о том, что говорили другие. Вот Альберт Швейцер говорил, тоже, наверное, успел раньше других немножко. И Альберт Швейцер сказал, что каждый из нас носит своего внутреннего врача, я добавляю, и аптеку тоже. И прежде всего долг врачей, врачей, не обычных людей, а долг обычных людей и особенно врачей, и не мешать этому внутреннему доктору управлять здоровьем человека, и не мешать этой аптеке. Вот это вот назначение. Так вот, вот эти штучки включают внутреннего доктора, который у нас заложен генетически. Они включают генную память, они включают все процессы, которые были миллионолетия назад. И даже те времена, ну скажем, на зачатие каждой из цивилизаций, когда человек был, ну все, природа была богом, условно, брахманом, и когда он мгновенно мог воплощаться, перевоплощаться из видимки в невидимку и наоборот, вот тогда не было костылей, вот тогда все мгновенно происходило. Хочу камень, хочу дерево, хочу невидимка, хочу там другую галактику и улетел, понимаете? А сейчас, когда цивилизованное общество, когда пища особенно модифицирована, когда ты сидишь, не развиваешься, вот эти способности утрачены. Вот до Вересова время, ну я так условно, это мой термин, первый костыль, который нам помешал быть волшебниками, это огонь. Поэтому вот сыроеды, например, его говорят, ничего на огне готовить не надо. Но там еще много других. Сейчас очень трудно жить в тех условиях, которые были там миллионы лет назад, или там десятки тысяч лет назад, когда можно было быть волшебником. Так вот, вот эти штуки, они помогают всем, кто хочет развить свои возможности, свою память, волшебство. Ну волшебство для меня это обыкновенное слово, это магия, которая происходит от слова могу, умею, знаю, владею, ведаю. То есть это нормальные слова нормального человека. То есть знаю как и делаю. Не только если там знаешь, делай. То есть вот слово и дело, мысль вот вместе. То есть это умение. Так вот эти штуки включают вот древнейшие умения, в том числе физиологии во всех процессах. И у меня даже, ну вот разные же люди применяют и укутывание, и есть те, которые занимаются своим здоровьем, практикуют различные системы, которые позволяют. Например, те же сыроеды говорят, у меня обострена память. Я не только свою жизнь всю помню сейчас, я помню там предыдущие там жизни и так далее. И вот как раз эти люди, они до такой степени любят вот эту процедуру. Они просто укутавшись, создав стресс, потом на них мешочек на голову там, или пирамидка с ограничением внешнего воздуха. Идут терминальные типы дыхания, и они спокойно, тело остается, они там могут летать. Ну мы и так во снах летаем. Но это позволяет более качественно летать. То есть уже управляемое состояние, когда стоит сталкер рядом, он там смотрит, чтобы ты сильно не улетел, чтобы ты вернулся по этой нити астральной. Вот, и вот, ну чаще всего девочки, ну ну правда, мужчины относятся к категории там стэцкос, спал бы и его бы, спал бы и его бы. Вы понимаете, женщины, ну потом, мужчины стеснительны, они зажаты больше. А девушкам не стыдно показать свою красоту там. Вот поэтому они и летают более свободно, и возвращаются, как и места красивые там, опять возвращаются в тело. Но на самом деле это, я говорю вроде как, что-то не сверхъестественное, это обыкновенные вещи. Мы и так по ночам летаем. Кто-то в детстве там лунатиком был, сомнамбулизмом обладал там, в большей или меньшей степени. Кто-то может взором улететь куда-то. То есть вот я хочу сказать, что аппликатор помогает человеку быть более настоящим, обладать способности, которые в нем генетически заложены. И вот эти вот проценты мозга включать больше там. То есть IQ повышать там, как у нас в порядке. Николай, скажи мне, пожалуйста, вот у нас здесь много положено чего, на столе лежит, вот и большой. Это так по-быстрому я что привез? Это же не весело. Это еще не все. Но у нас там много. Да, и вращающиеся, и вот такие, такие, там еще и про пирамидки ты рассказываешь. А есть ли какой-то минимальный набор, на твой взгляд, который бы хорошо бы иметь на всякий случай дома? Вот из чего он должен состоять? Так вот среднему статистическому человеку. Не миллиардеру какому-то, а просто так. Скажем так, вот самый простой, плоский. Он может быть вот таких размеров. Он может быть длинный. Желательно, чтобы был валик, любой. Здесь нет среднего, здесь есть маленький для лица, детский, там есть универсальный валик. Но можно, чтобы был валик. Но при этом нужно иметь в виду, что тот, кто хочет этот набор, не должен быть лентяем. Вот я, например, лентяй, я валиком не пользуюсь. Если когда я врач лечу, да, я, конечно, пользуюсь валиком. Вот поэтому минимально это вот. Но валиком делаются чудеса, потому что дойти можно во все части тела. Поэтому вот валик, аппликатор, вот. Могут быть маленькие аппликаторы, ну вот спутник, даже такой спутник, аппликатор, он... Куда его применять? А на любую часть тела. У меня один американец, бизнесмен, у него болело плечо, и он просто вот на плече носил, вот так вот. Иногда звенеть начинал там, и забывал, что у него вообще здесь аппликатор, вот примотан. То есть его на любую часть тела. Потому что спутник, да, что он всегда с собой. Да, 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 да. Но у тебя мячик-спутник. Ну, мячик, да, потому что он, по самому деле, произведение технического искусства. Вот, поэтому он со мной всегда. Ну, может быть, маленький малыш, но в данном случае здесь вот есть краплинка, краплинка, капелька. Сейчас достану. Совсем маленькая. Да. Он же обладает аппликатором всех, все свойства в нем есть, всех других аппликаторов. То есть он может быть и динамическим двигаться, он может статическим прижать и статико-динамическим. То есть, ну вот, он тоже на пояске может быть. Ну, соседка, катапузка такая. Да. Вот надеть его можно там на пальцы, вот так вот, например, там. И там, например, там массаж делать. Вот так вот. Можно надеть его на поясок, на этот же. И куда-то приспособить, да? Ну, и сейчас я приспособлю, да. Вот и приспособить его на любую часть тела. Ну, например, вот сейчас. Ну, вот так, например. Так, хорошо, глаза. И что это делает глаза? Глаза, ну, ногу, да, куда-нибудь. Это тоже те же глаза. Потому что здесь часто, ну, нужно разминать, массажи, колоть вокруг глаз. Все это вот улучшает зрение. Улучшает зрение. И мышление. Ну, глаза нельзя разделять как отдельно стоящий орган. Там какой-то он связан с мозгом, связан с мыслительной деятельностью. Он все время с ним в контакте. А тут раз, у него релаксация, у него отдых. И в это время те функции, которые связаны со зрением, идет отдых. И плюс воздействие на периферию, на периферический мозг. Вот помните, что мы все недостаточно развиваемся из-за того, что мы не задействуем периферический мозг. А это, как, знаете, вот в лозунг. Солнце, воздух и вода. Наши лучшие друзья. Или Высоцкий. Бег на месте общая, там, гимнастика, примиряющая. То есть нужно себя и действовать, и воздействовать. Мы недополучаем вот этих всех воздействий. Поэтому мы должны действовать на периферический мозг, на периферические сосуды любых. И здесь гениально просто, где болит, там, и лечит. А давай сейчас просто себе представим среднестатистического человека, который верит больше таблеткам. Не будем говорить, таблетки хорошо или плохо. Не будем никого затрагивать, кто эти таблетки производит. Но у нас большинство людей смотрят телевизоры и говорят, вот там показали новый препарат, там грипп у нас какой-то идет, надо выпить чего-то. Там заболело, там, прими вот это и так далее. Вот как быть? Люди привучены употреблять таблетки. И вдруг появляется Николай, и он говорит, ребята, а давайте-ка мы вам не таблетки, а давайте-ка мы вам вот эти вот колючие штучки применять. Когда я проводил много исследований в Крымском мед.ниверситете, одно из первых, но оно, эти аспекты, эффекты, которые были получены, их решили не вводить в диссертацию, название темы, потому что они бы перевернули просто здравоохранение, и там сверху пошел запрет. Так вот, у этих аппликаторов наиболее выраженный иммуномодулирующий, иммунотропный эффект. То есть, все, что связано с иммунитетом. Это одно из самых, если не самое мощнейшее, но оно самое мощнейшее, почему? Оно легко доступное к модулированию иммунитета, к расширению возможностей иммунитета. Иммунитета не только тот, который есть уморальный, а тот, который клеточный, тканевой. И начинает интенсивно вырабатываться все компоненты, которые участвуют в иммунной защите организма, они становятся полноценными, сильными, как солдаты, которые лежат, ничего не делают, или которые тренируются, как сворогры, легко тяжело в учении, легко в бою. Вот это тренинг всех наших звеньев иммунитета. Мощнейший иммунотропный эффект. Если мы еще берем и не даем себе дышать, а я видел как-то лет 30 назад, показывали цигун для припростудных. И когда он делает упражнения на сдерживание дыхания, потом надевает на себя полотенце, и у него капли пота отсюда идут. А капли пота, это организм проработал, и уже вывел эту, поборол эту болезнь, эти вирусы и все прочее. Это прекрасное иммунотропное средство, иммуномодулирующее средство, то есть укрепляющее, улучшающее, повышающее иммунитет. Вот когда человек просто не реагирует на патогенные факторы, это и есть иммунитет. Вот эти вещи делают крепким организм. Но я применяю всегда два фактора вместе. То есть это сдерживание дыхания, уменьшение дыхания вместе с интенсивным, то есть обменом веществ. Что дает дыхание? Оно позволяет сжигать все шлаки. Они невероятно включают иммунные возможности, сверхвозможные. То есть организм начинает бороться. Ему все равно бороться со шлаками или бороться с продуктами при онкопатологии, или с продуктами, которые пришли, там, внешний фактор, там, рана или еще что-то такое. Вот они отравили, то есть вещества, которые промежутые. Они же все органические. То есть он сжигает, сжигает это до конца. То есть он работает. Почему нет иммунитета у спидовских больных, у которых спид? Синдром приобретенного иммунитета. Потому что в большинстве случаев это люди, ведущие афизиологически антиприродный образ жизни. Понимаете? Если они ведут противоприродный, там, знаете, как у наших разведчиков раньше была ампула с ядом. На всякий случай. Да, с ядом. То есть вот клетка, у нее есть генная память, у нее есть генная защита. И она видит, этот урод. Вот. Значит, ведет нездоровый образ жизни, там, непродолжение населения, пьет, курит, там, наркотики вводит. А наркотики это гормоны нервной системы. То есть человек, вообще с него путя нету. Пути, путя, как хотите. Я могу там более такими словами. Беспутный. Да, беспутный. То есть у него нету никаких перспектив. То есть клетка включает программу на самоуничтожение. Это нормальная реакция. Да, конечно, бывают аномалии, которые там родились, там, ну, как аномалии какие-то. Это редко бывает. Но в основном синдром приобретенного иммунодефицита – это люди, ведущие нездоровый образ жизни. Аномалии всегда были. Мы же знаем, родился уродец. Он не жизнеспособен. Он не дает потомство. Он должен уйти. Вот и все. Но мы же знаем техники Чаруковского. Мы техники, когда из даже родившихся с аномалиями, с нарушениями разместий физически, физически, так и прочим, умственно, если им давать стресс, вот если они плавают у него в воде, в колодезной, у них развиваются эти функции. Их живые нормальные клетки начинают побеждать, потому что в организме, который… Где может развиваться опухоль? Когда есть и есть питание. Где могут раковые, это лентяюги, клетки эти, вирусы вредные. Где развиваются в обществе вирусы, бездельники, которые берут деньги с нас. Только там, где можно их взять. Если человек не до жиру быть бы живым, если он начинает бороться за свою жизнь, то, извините, тот же рак, тот же люди в раковом обществе, или слои общества, которые не производят ничего, пользуются чужим трудом, они просто умирают, потому что им есть нечего. Вот и принцип такой. Аппликатор включает метаболизм, интенсивность процессов. А раковые клетки, они аномальные. Они не могут развиваться. Они просто погибают. А организм их использует как дрова. Сжигает, пользуется энергией, выводит, сжигает, выводит. Поэтому вот это средство, мощнейшее иммуномодулирующее, не только на уровне малюсеньких частиц, каких-то иммунных телец, иммунных частиц. На уровне клеток, тканей, на уровне всего организма, когда суверенитет державы, ну, время такое сейчас. Ты не можешь быть там волшебником, превращаться как аватар там, в кого хочу что делать. У тебя сейчас время технократическое. Когда, то есть суверенитет, когда у тебя танки, самолеты мудрые, эти самые сильные воины там. Ну вот, вот эту штуку, аппликаторы все, они делают нас сильными воинами. Но железо железом, а голова головой. Поэтому если человек взялся за себя, он алкоголь отметает, потому что это, ну, вещество, которое у него вырабатывается в нужном количестве, когда нужно и где нужно. Никотин сигареты отметает, потому что никотиновая кислота, она входит в процессы белкового обмена. И не нужно использовать никотин, тогда разрушают собственные системы. Точно так же эндорфины, гистаминоподобные вещества, они вырабатываются в организме. Не нужно наркотики, эти жалкие подобия. И мы плавно переходим вообще ко всей фармации. Пожалуйста, вы же прекрасно знаете, врачи знают и больные знают, которые болят. Если у него бронхиальная астма, там, какие-то аллергические заболевания. Если он пользуется гормонами, у него преднизолон, там, кортизол прекращает вырабатываться. Понимаете, допустим, надпочечники не работают. То есть, если вводится инсулин, прекращает работать поджелудочная железа. И это уже безвозвратно. То есть, человек, смерть его, только смерть не на духовном уровне, а на физиологическом. То есть, вместо того, чтобы вырабатывалось у него инсулин, он не вырабатывает, а просто себя принимает. Да, получает это, заместительный, конечно. Поэтому, если он применяет алкоголь, у него, собственно, нарушен цикл, все прочее. Если он идет в аптеку и покупает все вещества, а раньше вещества аптечные, они были природного происхождения. И они входили в категорию пищи, из которой вот этот доктор лепит в своей собственной аптеке лекарства внутренние. А сейчас это уже не такого уровня. Это синтетические моно-вещества, которые антиприродного происхождения. То есть, не существует в жизни таких компонентов, ну, веществ. Это, допустим, ну, я так условно скажу. Вот человек, у него есть голова, рука, глаза, там, уши, ноги. А это мы отдельно производим руки. Отдельно производим глаза, там. Отдельно, это не система несбалансированная. Формация – это синтетические моно-вещества, которые в природе не встречаются, а являются лишь компонентом каких-то процессов в организме, каких-то метаболических там стадий организма. То есть, они противоприродны, и тогда человек получает полную зависимость. То есть, получается, когда человек довел себя до ручки, и деваться уже некуда, он тогда прибегает к этим искусственным костылям. Бролеровское питание формирует бролеровское тело и бролеровское сознание. Вот продуценты – это растения, любые, от водорослей, простейших, заканчивая от клетки, сине-зеленые водоросли там, и заканчивая высшими растениями. Продуценты – слово «продукт». И консументы, потребитель, сумка, потребительская корзина. Консументы двух типов. Это, я уже забыл, какой первый, какой второй порядок, неважно. То есть, консументы, которые берут эту пищу, едят, жуют, для того, чтобы потом отдать им, главным консументам, бактериям, потому что это первично, вирус, бактерия, грипп – это самые первые живые органические представители жизни, которые съедают. И вот они съедают нашу пищу внутри нас, а мы ими пользуемся, строим наше тело. И когда пало дерево, то эти же бактерии съедают его, и когда пало тело человека, они съедают его, там душа вылетела вместе с духом. Вот поэтому два вида потребителей. И самые главные, самые древние – это, конечно, бактерии. Вот сейчас самое большое преступление против бактериального мира, когда отравляется земля, когда сжигается, вместо того, чтобы оно должно бактерии перерабатывать. И вот бактерии на земле сейчас в десятки раз меньше, я не хотел бы сказать слово «сотни». То есть хозяев планеты в десятки раз меньше, чем было раньше. Это была благоугающая планета, где работал естественный отбор, где самые лучшие цветочки, плоды, ягодки были, где рыбки плодились, где все это, понимаете. Вот это самое большое преступление идет, вот разрушается этот мир. И вот мы как раз должны его хранить, потому что человек не может существовать ни этого. Да, он может в целом, ну там в космосе, где-то там, ну сейчас у нас масса этих банков растений, спермы, там стволовых клеток, можно заново мир это сделать. Но понимаете, это ситуация, когда вот мир до основания разрушен, кто был ни кем, тот станет всем. Понимаете, а потом заново будем изобретать велосипед. А мы знаем в мире другой способ, метаморфоза. Когда одно приходит, другое, пожалуйста. Вот она бабочка, она взяла яйца там перед осенью, нанесла там где-то там такое весной следующее, которые перезимовали самые крепкие там из яиц, из цис, там что там вылупились гусеницы, они растут, едят эту пищу, преобразовывают, дают бактериальную флору вокруг, потом они превращаются в куколку, потом они снова в бабочку, понимаете. Вот это метаморфоза. У нас метаморфоза во всех есть. Древние споры летают, они, водоросли растут, там растения первичные растут, ацисты хранятся в воздухе, там, пожалуйста, бушка дрозофила, там, или рачки, там. Все, это в природе есть, это есть циклы, ничего не умирает, не нужно разрушать эту природу. Поэтому у нас с вами есть возможность или разрушить мир до основания, или все-таки сохранить вот эту божественную планету, обладающуюся, саморазвивающуюся, самодостаточную. И одно из средств сохранения планеты, вот аппликатор разнометаллоигольчатый с покрытиями, он может применяться не только человеку, чтобы, как говорится, путем исправления физиологии, и мозг начинал уже думать о здоровье, потому что не нужно алкоголь, не нужно ничего, все в организме есть. Но мы можем это применять и для животных, для лошадей, собак, кошек, и применяют это, потому что они стимулируют процессы обмена веществ, устранение воспаления, заживления там чего-то. К редким породам деревьев также прикладывают аппликатор и способствуют обмену веществ в этих зонах, они более быстро затягиваются, они сохраняются жизнь. То есть это уникальное средство, но я не буду переходить на природные процессы, потому что все, что у нас есть синтетического, оно по образу и подобию, как говорится, человек по образу и подобию Бога сделан, и мы являемся космосом, человек микросистема, мини-космоса, вокруг нас макрокосмос. Поэтому это все процессы, которые взяты из жизни, и мы, просто наш главный долг хранить эту жизнь и продолжать ее, и сберегать ее принципы. И для нашего потомства, для наших внуков, правнуков, праправнуков, чтобы это счастливое будущее, радостное было. Скажи, пожалуйста, ты говоришь, что постоянно тебе приходят какие-то мысли, какие-то планы, что такое интересное у тобой, может быть, задумано. Понятно, что всего раскрывать вперед нельзя. Как говорится, хочешь насмешить богов, расскажи о своих планах. Но все-таки есть какие-то вещи, которые ты сказал, вот это будет необходимо сделать в ближайший год, это будет, может быть, революция или что-то еще. Какие-то замыслы такие есть. И что для этого тебе надо? Может быть, обратиться к нашим зрителям и слушателям, и сказать, что, вот, если у вас есть совесть, если у вас есть желание улучшить окружающий мир, которым многие недовольны, приходите, давайте вместе что-то сделаем. Только по-честному, по-нашему, а не так, чтобы пришел урвать что-то. Видите ли, вот на нашей планете Земля происходит огромное количество процессов, как бы это правильно, можно сказать, войн, даже между разными цивилизациями, которых очень много на Земле. И у нас вот сейчас шанс, сможем ли мы сохранить цивилизацию нашу, или не сможем. Для ее сохранения у нас много знаний, которые оставлены нашими предками, которые там жили не только тысячи, десятки тысяч лет, а сотни, миллионы лет назад. Они все для того, как бы имеются, чтобы как раз вот эти волшебные возможности нашей и нашей планеты сохранить, сберечь и развивать. У нас есть два пути. Один из путей – это генная память. И мы можем пробуждать, и поэтому сны снятся еще там. Есть наши локаторы-антенны, которые воспринимают, уже придя в определенное состояние, мы воспринимаем из разных, ну, скажем, из мировых космоса, разума, там, из серверов мировых эти знания. И мы можем… Их воспринимают многие люди, огромное множество людей. Вот нам бы всем объединиться, потому что один не может все это сделать. У меня есть мысли разработки по тем же аналогичным приборам. У меня есть разработки и запатентованные вещи, которые связаны с дыхательными аппаратами, ну, которые тренажерами-аппаратами. У меня мысли были, я занимался там, ну, различными альтернативными технологиями, и я их понимаю, и встречался с людьми, но невозможно этого развить всего. То есть, почему? Потому что на самом деле многого из того, о чем я говорю, оно нежеланно тем, кто владеет, скажем так, миром. А даже те, кто хотят лучшего, им приходится играть по этим нотам или на этих инструментах, потому что других нету. Но, как, хочется, чтобы была команда единомышленников, которым не нужно рассказывать, но они сами понимают, они уже таковыми являются, и делать одно общее дело, ну, на спасение нашей планеты. Ну, наверное, какие-то критерии. Но я могу назвать, например, одно из направлений. Вот до событий, которые вот эти военные события, которые помешали, потому что мне, мой завод не работает, Донецкий и Донецкой области, потому что это две страны, и там бомбят. А в то время я уже начинал, ну, изготавливать генераторы нового типа, например, там, электро-генератор, электродвигатели, не сам, а с человеком, который талантливый, который не мог пробить это направление 15-17 лет. Но его нет уже в живых, потому что все это я не смог продолжать ему помогать, как изобретатель-изобретателю. Он поехал в Китай, все, что смогли, с него вытащили оттуда. Там он разработал такой двигатель для автобуса, еще для чего-то. Ну, на самом деле, эти двигатели, их уже там где-то там приблизительно разрабатывают, просто их не спешат выводить. Вот. Ну, я просто привожу пример, там, любые вещи. Есть диагностические оборудования, которые могут очень точно диагностировать, диагностировать состояние человека, и, ну, говорить о том, насколько работает тот или иной препарат, вещество, там, пища, аппликатор, там, еще какие-то, что он меняет. Вот есть такое направление. Я совершенно не подходил, ни с кем, вот как-то жизнь не дает. В общем, надо тогда просто, наверное, резюмировать. Есть очень интересные задумки, которые необходимы, на сегодняшний момент, уже необходимы. И есть возможность их изготовления, производства. Но необходима команда. Вот давай критерий, наверное, человека, твоей команды, как ты это видишь. Честность, желание не наживаться, а желание быть в команде державной, для того, чтобы улучшать наш мир, помогать людям. Вот честность, совесть обязательно, без этого никуда. Какие еще критерии, требования к такому человеку, который скажет, я хочу заниматься всеми этими вопросами. Совесть понятна, честность понятна, державность. Первое, это те качества, которые полностью выхолощены, утрачены практически всеми силами. Ты на части из них их назвал. Это самопожертвование, это работа для будущего, это для всего. Но, к сожалению, мы все, нас навязывают меркантильность друг к другу. Вот первично, я когда занимался развитием всего этого, у меня никогда впереди деньги не были. К сожалению, большинство людей и не скажет, я хочу денег, я хочу мамону, я хочу денег. Вот, да, без них нельзя. Потом много, как знаешь, болг в овечьей шкуре, то есть, ласково-веселый, оборотни, оборотни. Потом зубы, я вырастаю. И из-за того, что мне ты щадил, я иногда, нет времени проанализировать, кто это. Иногда ты слепой, слепец, или ты веришь в порядочность. Если я в своей жизни что-то говорю, вот я говорю, ну, говорю то, что есть внутри. То есть, как там говорят, не обманывай, не нужно запоминать тебе, что ты сказал до этого. Просто не обманывай. Я поэтому, с памятью у меня тяжело, она... Поэтому, я говорю честно. И я говорю о процессах. У меня есть память сама такая, вот, скажем, ассоциативная. То есть, я понимаю процессы, все это. То есть, я говорю, как есть. Ну, то есть, вот такие люди. А их очень мало. Они гонимы. Вместо них хотят другие. Ну, вспомните сказка о Золушке, когда туфельку хотела надеть на другую дочку. Вот тут ищет этот бедный принц, эту же девушку с туфелькой. Это имеется в виду же не в буквальном смысле. Это же нам сказано. Ты должен найти друга, соратника, настоящего человека. Я думаю, что Алексей прекрасно понимает, о чем я говорю. А в нашем мире трудно. Это если в те времена трудно было найти, как же трудно сейчас найти. Поэтому, а потом, ты нашел, допустим, у человека. А ты должен обеспечить ему возможность жить, творить, чтобы ты его не подвел, чтобы у тебя хватило духа стать за него ратью. А сейчас время такое, когда уже время самураевых богатырей прошло, даже во время Ильи Муромца оно уже стало проходить. Потому что Святогор, это чистейший период истории, когда я иду на вы, я вот открыто. Вот те времена уже, хитрость там, все прочее. Понимаете, как в это время, когда вокруг тебя обман, ложь, хитрость, и ты даже, если внутри чистый, но ты снаружи весь вымазан, а если ты будешь чистым, тебя сразу же вымазат, в лучшем случае тебя уберут. Это очень трудно. Вот на самом деле, нужны люди, но понимаете, мы же слышим, нас же слышат, и не другие, и другие слышат. Так пускай не другие дрожат, не другие, нечего вам здесь делать. Сюда, в общем-то, и приходят люди с чистой совестью, с незамаранной репутацией, и у которых державность, совесть, честь, трудолюбие, самопожертвование, они находятся впереди денег. Деньги – это всего лишь инструмент для достижения цели, а не наоборот. Вот если у вас деньги впереди вас бегут, если цель вашей жизни – это деньги, то нам с вами не по пути. А вот если вы честь, совесть, державность, самопожертвование цените и ставите выше всего, вот тогда нам есть о чем поговорить. Наверное, так, да? Да, но еще хотел бы сказать, что мы действительно живем в другие времена, и поэтому я часто привожу там, и там, за державу обидно, там, белое солнце, пустыни. И точно так же я говорю, что нужно быть штирлицем, потому что ты не можешь быть офицером, ну, русским офицером, разведчиком в рейхе. Одеть погоны полковника и прийти здравствуй. Поэтому это главное. Вот мы сейчас, вот мы погоны эти срываем, показываем, кто мы такие, и нас видят и те, и другие, и, конечно, те, которые другие, они хотят в этом мире продолжать владеть им. И они будут все делать, чтобы помешать вот этим силам созидателям. Они будут раздраивно носить во всяких там движениях, новых, там, исторических, там, славянских, там, религиозных, ну, любых движений, которые связаны на созидание человека, на его державность, как вы говорите, на его порядочность, совесть. Вот везде будут лже-пророки, лже-... Ну, понятно. Те, которые мутят войду, да. Ты знаешь, Николай, все-таки русский мир и славянский мир, и вот я объединяю русский мир наш, он всегда был отличим от других миров тем, что даже если где-то кто-то чуть-чуть отошел, он все равно смотрит светлое будущее со своим прицелом, все равно он мечтает вернуться на праведную стезю. И поэтому сколько бы выродков не пытались из нас сделать, а до конца не получается. Наступает лихая година. Кто встает на защиту державы? Да те, у кого понимание, что такое Родина, что такое честь, что такое совесть, они присутствуют. Даже если тебя там прессовали, даже если что-то происходило, все равно. Вот я смотрю наше будущее с очень большой надеждой и верю в то, что пришли времена, независимо от того, любит это кто-то, не любит это кто-то, пришли времена, когда нам необходимо. И для этого есть все условия переходить на извечный наш образ жизни, образ существования. Это державность, это общинность, это совестливость, это здравое отношение к окружающему миру, к природе и так далее. Поэтому, если у вас это все есть, давайте соединяться. А тем, которые вот, такой намек, есть такие люди, которые мешают, но они всегда были, они всегда есть. Вопрос, кто себя более активно проявляет, они или вы? У них такая задача, они этим живут. А если вы себя не проявляете, ну так, значит, вы даете возможность им себя проявлять. Становитесь человеками, объединяйтесь, в хорошем смысле слова. Не надо каких-то там революций, потрясений, войн, наелись уже этого всего. Просто объединяйтесь, становитесь хозяинами своей жизни. И, в общем-то, тогда и эти люди, о которых Николай говорил, они останутся без дела. Они просто будут вынуждены искать другую нишу. Вот и все. То есть все пройдет аккуратно, без шума и без пыли. Ну, наверное, как-то так. Давай пожелаем нашим радиослушателям и зрителям что-то хорошее. Я еще секундочку. Давай, дополни. Революция – это движение наобратно, она противоположна эволюции. То есть я за эволюцию, за развитие. Понимаете, мы должны создать наше общество по образу и подобию Божию. А образ и подобие Божие – это человек. И когда он здоров, у него все слажено. Он мгновенно слышит всеми своими частичками тела, как ниндзя, как самурай, как волк. Он может с тысячами противников видеть, понимать все это. Мы должны до совершенства довести самих себя. А это прежде всего физическое, физиологическое здоровье. А оно идет через труд, через становление себя, через отказ от чего-то, через сформирование. Лепить себя, лепить здоровье, но нужно лепить и физическое, и духовное. Оно одно без другого не бывает. Я могу говорить долго, поэтому вот я прерываю, прерываю свое. Ну, в общем, надо подвести итог такой. Сегодня у нас была беседа, которую мы рассказали, вот об этих, на мой взгляд, очень хороших и приемлемых для каждого человека приспособлениях. Автор нам продемонстрировал и плоские, и вращающиеся, и ленточные, и пояса, да. И мячики, шарики. Я думаю, да, очень подробно все было рассказано. И суть какая? Друзья мои, будьте здоровы, здоровы и физически, и душевно, и духовно. И самое главное, понимайте, это возможно. Да, о чем нет? Я хочу еще по-другому. Это возможно само собой. Самое главное надо понимать, что о чем вы мыслите, тем вы в конечном итоге и являетесь. Потому что куда ваши мысли направлены, туда течет ваша энергия, туда течет ваша жизнь. Вы можете поддерживать паразитов-негодяев тем, что постоянно ругать их, какие они неплохие. А можете направить свои мысли на созидание, стать выше этих негодяев, как вы их называете, мерзавцев, стать здоровыми и не зависеть от кого-то, кто вам предложит какую-то таблетку, стать здоровыми вот здесь и при этом стать хозяином своей жизни и уже не быть зависимым от каких-то там товарищей, которые к вам придут и скажут, а давайте-ка мы вот вам вот это, вот это, вот это и вас к обалу. Вот поэтому... А я снова хочу. Опять, да? Конечно. И все это есть в мудрых сказках. Понимаете? Можно говорить, вот он негодяй, вот он подлец, вот она такая, вот она плохая мать, вот она плохая дочка. Понимаете? А в этих сказках ведь это же все про нас говорится. Не они нам мешают, они вирусы. Нас колят потому, что мы слабы духом, мы физически неправильно живем. И они для нас, для того, чтобы мы себя исправили. И та же сказка о той же Золушке, когда плохая мачеха, а то есть другая сказка, когда там умерла мать-то, но она там превратилась в корову, ну, корова, которая помогала, потом она стала деревцем, яблочки давала, говорила там, понимаете, крошечка-хаврошечка, да, это же те же самые времена, понимаете, мы сами являемся мачехами, потому что мы всегда свою худшую дочку, нами невоспитанную, раскормленную там, или кого-то, мы хотим, чтобы она была дюймовочкой красивой, а эта дочка, это прежде всего наш собственный организм, мы себя доводим до нельзя, до последней степени разломанности, развращенности, раз чего-то, это тяжело себя сделать друг святым, чистым, это не просто, но это сказочно высочайший подвиг каждого человека, и ну вот я я очень ну как, я хочу и стараюсь и буду стараться делать, хочу, чтобы я нашел себе силу, нашел силу духа, волю вот исправлять себя, это самое сложное, самое результативное, вот мы можем этот мир исправить только собой, понимаете, я вас приведу пример Зинаида Баранова, она в свое время рассказывала, когда она, я видел ее первично, это лет, не знаю сколько, 10-12 назад, когда она только начинала отказываться от еды, но жила без воды, без ничего, потом, когда была встреча в Киеве, это не знаю, лет 6 назад, наверное, она говорит, что первое время этапы развития ее, вот она, после каждой встречи ей тяжело было, потому что на нее столько нападок, но она перебарывала, потом на каком-то этапе она научилась быстро бороться, потому что месяц могла не выйти после этой встречи, а на каком-то этапе она уже предотвращала какие-то процессы, катастрофы, а на каком-то этапе на такой уровень вошла, что на нее плохое это не влияет, она вот просто, знаете как, ну это в христианстве очень примитивно, там удали по левой, по правой, здесь подразумевается другое, то есть тот удар, который попадал, он просто сгорал, и с него ничего не происходило, и он ничего не давал, то есть этот капсуль, он взорвался, а взрыва нету, то есть, понимаете, когда мы используем практику, не просто не реагирование, а использование, как вот боевые искусства, там есть практика стекания, то не улыбается ему, он уже не рука не поднял, а потом там бах, и все там, понимаете, то есть это и хитрость военная, и любовь, и практика стекания, и там ребенка же можно взять наказать, а можно по-другому, и он совсем вообще забыл, что он хотел быть, агрессивность потерять, это тяжелее, поэтому наказать и делать жестко, это легче, вот, у, враг, мы сейчас его победим, постреляем, и пол земли расстреляли, понимаете, или развалили, вот мудрость в том, чтобы мы вот эту планету, вот этот космос, исправили внутри каждого, мне легко говорить это всем, мне тяжелее гораздо, очень тяжело делать внутри себя, но это единственный путь, по которому мы можем изменить окружающий мир, только построить себя, вылепить себя, вот сделать ту программу, для которой ты рожден. хорошие слова, итак, встреча у нас была с человеком, который занимается вот такими интересными штуками, которые производят, помогают людям быть здоровыми, Николай Григорьевич Лепко, желаю вам всего самого доброго, много здесь еще было сказано, теперь главное, чтобы намотать на ус и применить в жизни. Будьте здоровы и счастливы, увидимся и услышимся. До новых встреч, друзья мои. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова